Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Семкин Министра А.Семкин Малых, Газовым, Настас А.Семкин Корректор А.Семкин А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.К. Гомеля Иклер Мунферрана. Зараз А.Семкин Гатин А.Семкин 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 Сыны провинции Сычуань подписаны меморандум об супрацовнецтвя. На этом жатыдне у гомельской стартап-школе пройшло другое посяджение. По выниках ознаймленчага курсу, у школе будут сформированные группы для интенсивного навучанья. Плюсы новой формы работы с предпринимателями выучал Олег Синцеров. Как выбрать перспективную бизнес-идею, сколько сроков необходимы для старта и каким образом проверить надеянность партнера. Это только некоторые темы, которые обмерчиваются на занятках. Стартап-школа – новый некоммертивный проект. Его метод помогает гомельчанам реализовать их креативные бизнес-идеи. Терут организатору школы – Центр бизнес-эдукации Белорусского гандлево-экономичного университета споживецкой кооперации. Эта установа в уголе активно занимается работой с працанниками недержавного бизнеса. Международный чемпионат молодцы предпринимательства на базе Белорусского гандлево-экономичного университета споживецкой кооперации проводится уже мать 10 годов. За этот час его удельниками стали свыше 3000 человек. При этом шума такие идеи, которые были огучены под час чемпионата, уже реализованы на практице. Павел Беловус так само, с декой былых худейников чемпионата, каже, что некий час займался перевозками людей, а потом выбрал инший бизнес. Сегодня он трасует в сфере интернет-маркетингу, допомагая иншим реализовывать товары и послуги с выкрыстанием сучастных информационных технологий. Как утриматься на этом рынке, приходится наведывать специальные курсы в Москве. Стартап-школа у Гомеля – еще одна реальная махчимость повысить прессийный узровень. Если хочешь чего-то взять, надо быть активным, вникать, и тогда можно чему-то научиться. А есть просто тип людей, которые приходят и ждут, что им что-то дадут. Нет, нужно самому брать и тоже что-то давать. Обмен должен быть всегда. И с этого, конечно, можно получить результат. Распросовать властную бизнес-идею, спромировать команду однодумцев, установить користные контакты, занятки со слухачами стартап-школы, проводить предпринимательники со стажем, которые рассказывают не теоретичные истины, а учить на прикладе властных помылок и поспехов. Кажут, что шмат кто-то спочинающих, не достигая поспехов, бо не ведая самого элементарного. Наверное, наявность значных сроков еще не гаранты. Наверное, это даже может быть не иллюзия, это несколько, может быть, наивная позиция относительно того, как вообще деньги зарабатываются. Кто платит, сколько стоит обслуживание этого бизнеса. То есть очень часто не сделаны простые математические выкладки, простые подсчеты, в которых видно, что постоянные издержки, переменные издержки ведут бизнес к убытку. Прикладная версия. С тех, кто наведал занятки в гомельской стартап-школе, уже мая властный бизнес. А стать не только марс, а стать предпринимальниками. Студентка Белорусского экономического университета с поживецкой кооперацией Юлия Марусова еще только на другом курсе, а я свою будущую планую уже зараз. Я пошла туда для того, чтобы развиваться, чтобы узнавать какие-то новые идеи для себя, для того, чтобы выслушать предпринимателя, который имеет какой-то опыт уже в развитии своем. Для меня было очень интересно и познавательно. Идея открытия стартап-школы для Белоруссии не новая. Во всяком случае до Гомеля я ее уже реализовали в Минске, в Ресе, Витебске и Гродно. Хоть и тем, что ты не лидер, так само можно найти плюсы. Как минимум, можно уличить чужие помилки, сделать ответные выводы. Первого сакавика в гомельской стартап-школе начнется интенсивный курс на учение, который различен на 9 с половиной недели. Когда успех будет видовочным, у Кастричников в школе проведет еще один цикл занятков. Олег Синчаров, Валерий Гопанько, телерадокомпания Гомель. Завтра начинается масляничный день. Однако его приход не за все десу падает с початком климатичной весны. Когда же на Гомельщину придется устойливое весновое надворье, эти варты остерогаться по водке, и когда синоптики начинают начинать пассивные работы. За отказами на это вопрос, наш корреспондент Ганна Ковалева извернулась до начальника отдела мета-назирания Гомеля-Абл-Гидромет Аллы Аучинниковой. Алла Эдуардовна, здравствуйте. Добрый день, Анна. Итак, буквально завтра начинается масляничная неделя. Скажите, когда уже мы почувствуем дыхание весны? Хочу вас обрадовать. Затяжная зима этого года, мы уже отвыкли от такой зимы, которая была в этом году на территории нашего региона, отступает и сдает свои позиции. И вот как раз с 15 на 16 у нас была последняя самая холодная ночь. В дальнейшем нас ждет, конечно, потепление и настоящее дыхание весны. Такая как раз-таки характерная весенняя погода, когда ночные температуры воздуха слабо отрицательные, а дневные температуры воздуха слабо положительные. Почему эта погода считается комфортной? Нет резких перепадов давления, нет интенсивного снеготаяния и нет такого быстрого насыщения уровня грунтовых вод, нет интенсивного паводка. То есть в этом году нам не стоит опасаться сильного половоза, и все будет нормально? Нет, так сказать тоже нельзя, потому что у нас очень большая высота снежного покрова, есть еще вода, которая придет к нам с России, там тоже достаточно очень снега в этом году. Поэтому на сегодняшний день прогнозируется паводок на уровне средних многолетних значений. А если, скажем, оглянуться назад, вот какими, может быть, температурными рекордами запомнится эта зима? Зимой у нас был один такой зафиксирован рекорд, и, конечно, уже ниже температуры не будет. Это 9 февраля ночью температура воздуха опускалась до температуры минус 22,4 градуса по Гомелю. Это был рекорд этой зимы, а если вообще говорить про рекорд зимы, то это, конечно, не рекорд. Рекорд у нас был зафиксирован 1 февраля 70-го года минус 35,1 градуса. А если вот говорить в целом о том, как меняется климат в нашем регионе за последние, скажем, 3 года, вот какие нетипичные для нашего региона явления фиксировались? Такие явления, которые не характерны были раньше для наших широт и нашего региона, это как шквалы, это как сильные ливни, это как циклоны, которые приносят разрушительные такие явления. Раньше они были очень нехарактерны. Раньше такое явление, если оно наблюдалось раз в несколько лет, то теперь практически ежегодно, а то за летний период несколько раз в год мы это фиксируем. Также явление гроза, которое раньше практически никогда не наблюдалось в зимние периоды. Вот те же самые смерчи. Очень много видео в интернете люди выкладывают, очевидцы видят. Это тоже, наверное, нетипичное для наших широт. Смерч – это вообще явление, которое раньше не наблюдалось в наших широтах. Как давно, скажем, начали фиксироваться? Ну, если, конечно, мне не изменяет память, то первый смерч где-то лет 9 тому назад был зафиксирован в Чечерском районе. Теперь практически раз за летний сезон где-то в каком-то районе фиксируется смерч. Потому что смерч – это очень своеобразное явление. Это явление, возникающее именно на резком переходе холодных и теплых воздушных масс в связи с очень быстрым продвижением фронтов. Что такое Гомельская область? Это очень маленький кусочек земли с учетом масштаба. Бывает, что смена фронтов происходит буквально за сутки. Раньше для нашего региона это очень крайне редко было. А сейчас оно отмечается очень часто. Алла Эдуардовна, а если говорить о тенденциях, скажем, ну вот много синоптики сейчас, метеорологи обсуждают эту тему, изменение климатических условий. Если говорить о нашем регионе, чего стоит ожидать в будущем? Если говорить вот именно как будет влиять изменение климата на наши именно регионы, на все, то, конечно, я считаю, так считают люди, которые занимаются изучением климата, то, что все-таки у нас будет продолжаться засушливое лето. Засушливое лето с ливневыми осадками, вроде бы когда осадка выпала столько, сколько надо, но они выпали за одни сутки, это очень плохо. Не очень хорошо для сельского хозяйства вот это изменение климата. Теплые зимы и засушливое лето наносят очень большой вред, конечно, именно в первую очередь это сельскому хозяйству. И если засуха, то единственная культура, которая это выдерживает, это кукуруза. Все остальное не выдерживает. И те сильные ливни, которые прошли за одни сутки, они наносят большой урон именно овощам. Это капуста, картошка, морковка, потому что поля, получается, залиты водой, начинается загнивание данной продукции. Поэтому, конечно, это свои сложности, это работа для ученых, искать какие-то новые сорта, новые какие-то культуры. Ну вот мы подошли к теме посевной, скажите, ну в этом году, вот по вашим прогнозам, по вашим советам, когда ее стоит начинать, когда уже будете задавать команду сельскохозяйственным предприятиям? Если говорить про сельское хозяйство, да, мы даем рекомендации сельскому хозяйству, выпускаем агробилетник, где мы указываем оптимальные сроки сева. Что касается этого года, то мы планируем, что в марте месяце будет комфортная погода, где-то к середине марта будет такое значительное потепление. В конце марта, где-то в третьей декаде, уже такие культуры, которые не являются теплолюбивыми, то бишь зерновые культуры, можно будет сеять. Что же, отлично, будем ждать весну. И спасибо вам большое, что вы нашли время в своем рабочем графике и ответили на наши вопросы. Большое вам спасибо, что вы тоже обращаете внимание на нас и на погоду. Мы всегда рады, конечно, и готовы всегда предоставлять информацию для жителей нашего региона. Пусть они посещают наш сайт, где информация о погоде обновляется у нас постоянно и о уровне гаммафона, и о паводковой ситуации. Она обновляется у нас ежедневно. И мы рады всегда, чтобы вы получали информацию из достоверных источников. На этом тыдне у Гомеля пройшла выниковая коллегия Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодежи Гомельского облаконкама. Забеспечение стабильной громадско-политичной ситуации, идеологичное супроводжение программ социально-экономичного развития региона, выявление и поддержка молодежных инициатив – вот Головные селетние задачи. Важная роль належит работе сродка у массовой информации. Так, у центра леташней информационной картины года были пятый всебелорусский народный сход, выборы у парламент, день белорусского письменства, 30-ти годзе Чарнобыльской аварии. Одным со становчих выника у года можно лечить тое, что по окупности СМИ Гомельщины вышли на другое место Украине. На коллегии поставили задачи и на этот год. Например, об увеличении количества подписчиков и по ширине аудитории от СМИ ждут больше активного творения полновартостных электронных версий и освоения социальных сеток. Завершила коллегию тема культуры. Так, увагу представников библиотечной системы звернули на необходимость установки этой сферы быть не только информационными, но и культурными центрами регионов. Кропкой с встречи стала церемония узнагороджения. За досягнение у минулым годзе грамоты отримали лепшие идеологи, работники культуры и сродков массовой информации. На этом тыдне закаханные пары сустрели бадай самое романтичное свято – День Святого Валентина. До 14 лютого установы культуры Гомельщины подрихтовали шматлики тематичные выставы, концерты, встречи и другие интересные проекты. Так само на этом тыдне означался День памяти воинов-интернационалистов. У программе мероприемства у складания кветок до помников и поминальные службы во всех храмах. Выступление у областного центра ансамбля поветро на десантных войсках «Блакитные береты» и выставочный проект «Афганистан. Память у фотосдымках». Подробья с ней об этих и других подеях глядите заразу нашим культурным оглядом. В мероприемстве, перемиркованной до Дня памяти воинов-интернационалистов, областным центры прорешли не только для мемориалов, а и в школах. До визиту гостей тут подошли с особливой увагой, представили выставу модели у боевой техники, сделанную учнями. Творченумары и концерт. З нагоды 28-го дня, з дня вывода советских войсков из Афганистана, выступил у Гомеля ансамбль поветро-десантных войск «Блакитные береты». Гэта легенды советской российской эстрады, адзины музычной коллектив Узбройных сил России, у дельники якого заявляются заслуженными артыстами. Афганистан память у фотосдымках. Выставочный проект под такой назвой представили у музея фото. У экспозиции 66 работ за сабистых архивов воинов-интернационалистов. Вести дёняки и записи, а тем больше фотографовать в умовах военного часу строго забранялася. Тому представленные на выставе материалы уникальны. Миновіта Гэта и редкие кадры сегодня допомагают поддерживать память про афганскую войну, про подвиз советских солдат и офицеров. Романтичная свята день Святого Валентина на Гомельчине так само была отзначена яскравыми сторонками. До 14 лютого установы культуры Гомельчины подрихтовали шматліки тематичные выставы, концерты, сустрычы и іншие цікавые интерактивные проекты. Центральная городская библиотека имя Герцена презентовала до свята коллективную выставу гомельских фотографов под назвой «Закаханы люты». У основы проекта думки и образы неординарных людей. З одного боку идеи фотографов, з другого характеры и эмоции закаханных пар. А тем часом у стенах областной универсальной библиотеки имя Ленина с нагоды свята гостям промановали. Звыж 10 интерактивных и концертных пляцовок. Организаторы у адзиную программу объеднали экскурсии по историях каханных, знакомитых письменников, интеллектуальные викторыны, выступления музычных гуртов и светловое шоу. Кульминацией стал спектакль «Мой Пушкин» у выполнении артистов Народного аматорского театра «Граки». А у Палацу Румянцевых и Паскевича на этом тыдне открылись одразу две новые выставы. Одна из них – экспозиция «Гомельский авангард» у работах Яфима Меневицкого. Гэта своего роду спровоздача аутара до 80-годового юбилея. Широкому кулу глядачуу проставлено больше як 20 работ мастака. У сены належать розным бирэдам яго творчасті і кожна в своєму роді унікальнае. «Гомельский авангардист» выделяється складанным унутрным светом і ярким індувідуалізмом. Тут же у Палацу Румянцевых и Паскевича зараз проставлены антыкварные прадметы во все їх шматгранності. Одна шастка экспозиции – са сбору вядома гомельского коллекционера Сергея Путеліна. Другая – з фондов музея, подобранная по аналогічних мастацких і хронологічних рисах. Металічная прадмета, вырабы з фарфору і шкла, унікальнае гадіннікі. На выставі з любов'ю до давніны можна убачать французскую меблі эпохи Другої імперы Наполеона Третьяга і інші ароматичні речі, призначені здівіть наведвальніка у своєї витончанастю. Далі у ефірі «Спортивний агляд» з новинами спорту вас познайоміць мой колега Максим Савін. Дякую за перегляд!